здравствуйте арсений селезнев зиробой как выглядит топка сложенная в три четверти кирпича вот пол кирпича и на ребро и вот пол кирпича обычного там уже проведено проведен ремонт поваливались кирпичики которые стояли вертикально здесь отвалился кирпичик который стоял вертикально то есть каждые два ряда один кирпич стоит вертикально вот как здесь потом идут два горизонтально опять один вертикально с этой стороны с той стороны соответственно наоборот здесь когда я закладывал с той стороны где-то здесь я уже не помню где-то здесь вот в общем оттуда продувался воздух то есть когда была штукатурка вот тут заделано то через шов не проникал воздух так что придется все это заделывать после того как закончу изнутри и заложу саму печь придется все швы расшивать как можно глубже наверно шпателем вот так вот проведен ремонт сейчас покажу туда подальше вот такие получаются полочки я раньше думал что за полочки зачем они нужны оказывается это просто по выпадал кирпич из топки в принципе печь хороша сама по себе но она сделана неправильно поэтому она здесь вот и обрушилась неправильно из за того что надо было делать вот такую проволоку не только здесь и вот здесь вот здесь шла проволока ну и здесь тоже надо было пустить проволоку здесь чтобы ложный свод держался тогда когда тут свод обрушился родной сейчас покажу как выглядит свод под сводом там еще такая стяжка идет видно что она просела или так и было задумано там такой небольшой этот промежуток потому что там тоже такое сделано все сделано из таких вот маленьких кирпичиков я их называю кирпичики мироздания это они упорные кирпичи по ним будет отдельное видео вот здесь вот видно как вывалились эти кирпичи и то что осталось от свода я сейчас укладываю в эти стенки ну и стараюсь естественно швы заделать замазать сразу же швы чтобы там не было пустоты с этой с этой стороны тут скорее всего вот этот шпатлёвка шеет получается сверху сделал тоненький слой штукатурки он отпадет так как отпал в прошлый раз когда я тут делал я залазил разбирал вот это топочную дверцу вниз туда разбирал залазил сюда все замазывал ничего не осталось все попадало сейчас раствор получше будет более не упорный но я думаю что снаружи отпадет может в швах что-то останется сейчас покажу с этой стороны как выглядит в общем тут еще немножко доложить сколько достанет рука тут уже все дальше уже не достаю тут сколько достанет туда максимально и дальше уже будет буду работать с топочной дверцы сколько достанет рука закладывать может еще тут попробую доложить вот это проволока очень сильно мешает ну надеюсь что попробую достать руками как можно дальше туда и уже начну заделывать тогда по просверливое отверстие в швах повставляю туда гвозди и буду заливать мне не хватает этих кирпичиков и хватит то что повыпадало со свода и хватит только на то чтобы заделать наверное только стены а сверху у меня будет огнеупорный раствор кстати сейчас покажу какой был у меня огнеупорный раствор моей собственной собственного изготовления вот я его так зачистил чтобы было видно как он выглядит сюда я добавлял к вот этому раствору которые здесь имеются я добавлял битый кирпич перетирал перебивал меленько молоточком разбивал и добавлял сюда известь очень крепкий раствор это был он тут в швах тут такой шоу был огромный шоу там видно труба проходит отопление это уже запечное пространство она закрыта здесь он растрескался я его просто вытащил так как необходимо будет заменить точно такой же раствор находится там на на ложе в этом самом низу ложе топки вот этой очень хорошо себя показал я не могу добраться сейчас расчистить полностью но попробую расчистить и уже следующем видео показать вам как он выглядит подмету поубираю все то что там нападала как выглядит этот раствор на дне топки он очень хорошо себя показал значит снизу я уложил кусочек с кусочками раствор туда закидывал потом трамбовал его не через отверстие вот это а через дверцу выравнивал и сверху более мелкий раствор более тонкий и он держится вот уже много-много лет я по-моему топил четыре года пока не начала обрушаться вот эта стенка вот кстати висячий кирпич там по выпадала еле держится все это придется укреплять после того как сделаю свод здесь я сделаю заужение потому что слишком ну вот этот промежуток получается здесь вот так были кирпичи скорее всего стояли поперек деление на два таких вот на две таких дымовых трубы дымовых канала здесь я сделаю заужение естественно и скорее всего что поставлю какую-то заслонку я не знаю поставлю или нет но тут будет очень узко тут будет где-то в в размер с четверть кирпича вот такого выхода потому что но очень мощная печь получается слишком мощная тут топка увеличена вниз и ну просто огромнейшая такого здесь не должно быть нагревалась тут все раскалялось до до безобразия даже когда дверца закрыта поддувала было закрыто поддувала я сам делал потом расскажу если кому интересно будет когда буду работать со стороны дверцы покажу как там все это устроено тоже моя собственная конструкция переработка но все это работало естественно тут внутри выглядит ужасненько все это эти щели не заделанные все это по по заделываю по по переделывая так что вот так выглядит печь сейчас покажу этот проем через которые работы провал и я считаю что вот таких вот проволок тут должно было быть больше вот таких вот должно было быть больше горизонтально и еще в ту сторону тогда бы этого ничего не случилось если кирпич обваливается вот там он обвалился прямо в моих руках обваливался когда я доставал лопнувшие куски я аккуратненько снимал и вот этот ложный свод низ канала это где-то значит тут получается вверх уходит тут опускается вниз тут же переходит вверх здесь опускается вниз и здесь уже идет на выход тут получается два колодца вверх подымается вниз колодец вверх подымается вниз колодец и уходит уже на выход вот это был самый большой недостаток там сверху видно что какие-то железки лежат то есть железо было когда складывали вот две железки одна идет под 90 градусов а другая где-то под 25-30 градусов вот так и все хорошо лежат не изгнили ничего не заржавели точно так же можно было хотя бы здесь положить вот тут вот хотя бы в одном месте где температура очень высокая даже если тут кирпичи падали они бы оставались на месте но так получилось что здесь пожалели каким-то образом рекомендую если вы складываете печь обязательно обязательно хоть какую-то проволоку здесь около двух миллиметров где-то два два с половиной миллиметра этой печи больше я не могу точно сказать но больше 40 лет точно может 60 может 70 лет трудно сказать есть утверждение что в эту печь эту печь топили еще в сороковых годах в начале сороковых поэтому если вот такая проволока здесь лежит то там бы тоже ничего быть не случилось не она бы не заржавела вот тоже поржавевшая проволока но она целая я ее вынул из-под кирпича потому что тут мешало работать она шла вот так вот любую проволоку пустили бы она уже сдержала падение вот это все вниз вот как здесь пустили проволоку а здесь такого не было здесь просто была проволока вот как как вот тут так выходит вниз здесь начинается там заканчивается так вот вот и все то есть вот так еще должна идти проволока по-любому потому что как вы видите очень сильно неустойчивость она не простоит столько это печь если начнет обваливаться свод обвалился свод обвалился вот тот потолок который там был сделан стяжка с небольшим промежутком между кирпичами чтобы они не перегревались и естественно эти кирпичи они не не упорные хотя здесь первый ряд должен быть был бы быть его не упорным и он таким не был начал обвалился потом следующий ряд обвалился потом вот это обвалилась ну и все я решил прекратить эксплуатацию вот тут все может так обвалиться полностью до самого верха вот такие вот у нас недостатки по этой печи принципе все сделано хорошо все сделано было бы хорошо было бы идеально вот эта перевязка кирпичами значит вот перевязка идет вот и скорее всего здесь нет потому что кладка идет дальше и все то есть держалась здесь на вот этом ряду держалась тут у меня помечен как номер четыре но это четыре от того что я разбирал вот этот ряд получается на нем держалась и на вот этом через два это очень плохо поэтому этот эта часть колонн перекладывать перекладывание колодцев они не выдержали вот видно что они полопались вот они так полопались вот тут был раствор ну а там дальше все это не выдержала то есть не было перевязки даже если бы не было перевязки но пустили бы вот здесь проволоку допустим вот сюда вниз или вверх это бы уже сдержала но тут ничего нет как мы видим пожалели с вами был арсений селезнёв зверобой вот так вот ремонтирую печь вот так выглядит три четверти кладка из маленьких таких кирпичиков если увидите внутри полочки постарайтесь их заделать из со стороны топки там можно разобрать вниз от дверцы дверцу вынуть вниз разобрать и туда попробовать залезть ну кто будет такой более-менее мелкий и там заделать уже туда дальше потом заложить эту дверцу и ну еще себе прослужит будут еще какие-то работы я пока думаю над этим ну а пока так раствор у меня собственного придумал собственный раствор это на основе нас назывался он римская кладка римский бетон дробленый кирпич и из измельченный молотком такой что был в печи и обычный красный рыжий этот песчаный кирпич не берите белый кирпич который сейчас производится только глиняный потому что тот который на извести он не годится для кладки вообще вообще не годится те что были в употреблении поколотые побитые вот такие четвертушки восьмушки и так далее их можно измельчать все равно выбрасывать и так будет как хоть какая-то глина сюда добавлял известь по моему одну третью часть я уже не помню сколько но вот простояла продержалась вот я заделал залазил сюда и запихивал туда как можно дальше шов этот раствор подписывайтесь на канал арсений селезнев зеробой работаем с этой печи ремонтирую и дальше продолжаю и моя рекомендация обязательно армируйте армируйте будет вам такой вот звук я соберу инструмент подписывайтесь на канал смотрите обновления пока